Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем маленький повтор того, что мы когда-то изучали. Летом это было, весной вращение шеста. Для начала нужно усвоить, что шест вот так вот мы не берем как палку, чтобы размахивать ним и пытаться кого-то достать в стороне. Нет, мы его берем посередине, вот так вот, и начинаем вращение. Первое. Сначала мы опускаем большой палец вниз и потом верхний конец шеста бросаем вперед, перед собой. Вот так, первое движение. Круг пошел, второе движение закладываем на плечо и разворачиваем его за спиной. Выбрасывая вперед, за спину, вперед, за спину. Точно так же мы делаем с перехватом шеста за спиной, из одной руки в другую руку. Следить надо за тем, чтобы вы своим этим шестом не зацепили себе колени, голени или стопу. Ну, так как у меня железный шест, это будет довольно-таки ощутимое болезненное состояние. С деревянным шестом обстоит дело не насколько иначе. Вот таким вот макаром мы вращаем наш шест. То же самое мы можем сделать с двумя шестами. Не перехватывать, но вращать одновременно. Сейчас я вам это покажу. Это как раз для тех, кто только-только пришел ко мне на канал и ни разу не видел этих видео. Итак, держим шесты, большой палец у нас уходит вниз. И начинаем вращение наших шестов. Здесь несколько сложнее в том плане, что если одна рука вращает шест быстрее, чем другая, то вы можете одним шестом цепануть себя или по руке, или долбануть по другому шесту, и он вылетит и, не дай бог, стукнет вас по голове. Вот такие вот простые легкие движения, которые можно спокойно изучать самостоятельно, не платя никаких сумасшедших денег, горе тренерам, гуру, сифу и так далее. В общем, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Ну и занимайтесь, и будет вам счастье!